Команда разных конференций, может тут позабыл. Хоккейный клуб в Сочи замыкает конференцию Запад. Команды 28 очков после 25 сыгранных матчей. Ну и вот, пожалуй, может возникнуть напряженная ситуация, что и получается. Едва не замыкается дальняя штанга. Еще один бросок. В Сочи 4 нападающих еще заявлено. Артем Крюков, Рафаэль Ахметов, Александр Щербина. И, внимание, Михаил Анисин. Теперь Костицын нужно побороться. Разобрались. Бросок! И добивание. Эмертон. Дерлюк. Не так давно пришел он из московского «Динамо». Где не всегда ему доводилось участвовать в матчах. Но защитник весьма-весьма качественный. Эмертон. Режет угол. Пробирается на оперативный простор. И ступает дело Гарнат опять. В втором периоде. Вот, смотрите. Эмертон обходит соперника. И вываливается с глазу на глаз Гарсия. Круто в шайбе. И за воротами. Хлестов там пытается противодействовать. Но не получается у него отобрать шайбу. Пас от Ледучина. И точный подбросок защитника. Бросок и гол! Ну, это, в общем-то, следовало ожидать. Эта шайба вытекла из хода игры на второй двадцатиминутке. 1-0. Хоккейный клуб Сочи повел. Поздравляют Макса Вярна. Немного он забрасывает. Всего лишь вторая шайба. Четвертое результативное действие в сезоне. Но с точки зрения бойцовских качествов подбирает шайбу. Они ведущие. Это первая тройка. Им нужно давать результат. Не получается. Ответ Сочи. И 2-0. Евгений Лапенков. Очень легкая шайба. Без напряжения забитое. Но это, не менее, стоящее и важное. 35 секунд еще до выхода. Попова. Щитов. Выход один на один. Бросок. Гол. 3-0. Кори Андре Петерсон. Щитов, конечно, профессорский пас. Просто профессорский. В советском таком стиле. Исклонно советском. Год вызывали в советском хоккей. Фетисовским пасом. Момент 42-й. Шайбу запросил Андре Петерсон. Блащевед распорядился моментом как надо. 7 минут до окончания второго периода. Пока все как надо для хозяев. Вот Михаил Анисин. Бросок. Хороший центр. Что же тут говорить. Это одно из свежих приобретений трактора. Дмитрий Пестунов с опытом игрок. Конечно, может помочь. Игрок трактора на льду. Я думаю, сейчас будет удаление. Как раз Пестунов на площадке. И там полез выяснять отношения. Заступаться, так скажем, за партнера Артема Бородкина. Ну, а на скамейку для штрафников отправляется Райан Уитни. Ну, а Брасов не проиграл. Трактор. Получится ли контратака? Да. 2 в 1 выход. Бросок. Гол. Знаете ли? Защита никакой. Нападение вялое. Это где так говорят? Ну, это, по крайней мере, сегодня говорят про трактор в матче Сочи. 4-0. Вот здесь потеря. Дальше классически разыгранная. Нехитрая комбинация. Как, если мы еще будем требовать от Деррена Квинта. Не просто забрасывать, не про атаке гости. Комбинируют. Ну, зажимают их в угол. По-прежнему, по-прежнему, Сочи лучше разбирается в этих локальных единоборствах. Правда, здесь шайба оказывается, да, в воротах. Да, 4-1. Вот так вот тихо, без шума и пыли трактор одну шайбу отыграл. Мартин Ружечку нам показывают. Человек, который проваливает. Трактор нашвырял ворота нефтехимика. Ну, 5 в одном периоде. Это рецепт. Который поможет вытащить еще одну встречу. Ну, видите, Ярвинин даже не хочет здесь с Губаревым ничего выяснять. Выясняют другие. Тоже в себе можно поразвлечься. В этом, по крайней мере, деле игрок трактор оказался сильнее. Это Максим Кондратьев. Завалил он Макса Вярна. И сейчас последуют штрафные санкции. Но иногда драки помогают. Влияют на ход игры. Ну и все. 4-1. Хоккейный клуб Сочи обыгрывает трактор.